Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Потеря кошелька – большая проблема. И дело не только в том, что деньги вернуть, скорее всего, не получится. Необходимо блокировать и перевыпускать карты, восстанавливать документы, тратить много времени на бюрократические проволочки. Зато найти кошелек всегда приятно. Можно разжиться кругленькой суммой. Вот только, к счастью, не все люди готовы присвоить себе чужое имущество. Джастин Террелл, американский студент, подрабатывающий в упаковочной компании, отправился после работы в продуктовый магазин и на парковке нашел кошелек. Парень даже не думал его брать, подождал 15 минут в надежде, что хозяин обнаружит пропажу и вернется. Но время шло, а никто даже и не думал искать портмоне. Тогда Джастин просмотрел содержимое кошелька, нашел документы с адресом владельца и тут же отправился туда, чтобы вернуть пропажу. Владелец портмоне Крис и его жена Пич очень обрадовались, ведь не каждый готов безвозмездно вернуть чужие найденные вещи. Они были очень благодарны Джастину, а он и не думал поступать иначе. По словам близкой подруги Джастина, он всегда был добрым человеком, помогал людям в трудную минуту, не требуя благодарности, заботился о других. Несколько недель спустя, когда Джастин уже забыл о своем поступке, пришло письмо от Пич. Короткое послание на обычном тетрадном листке заставило сердце парня сжаться от жалости. Именно тогда он почувствовал, что совершил поистине хороший и добродетельный поступок. Письмо Пич напомнила об их встрече и рассказала историю, которая произошла после того, как Джастин покинул их дом. «Джастин, меня зовут Пич. Мы встречались, когда вы вернули потерянный кошелек моего мужа, нам домой. За вашу честность и доброту Крис попросил меня отправить вам 50 долларов. Я очень сожалею, что могу сделать это только сейчас. Некоторое время назад мой муж скончался, и в круговороте забот я просто забыла о его просьбе. Только после получения письма семья парня узнала об его поступке. Он и не думал рассказывать об этом, поскольку не считал это чем-то необычным или тем, чем стоит гордиться. Добрый поступок Джастина и пронизанное глубокими чувствами письмо Пич показало, насколько важно придерживаться простых житейских правил и быть благодарным за проявленную доброту. Не так часто люди готовы самоотверженно помогать другим, бросаться на помощь посторонним или просто совершать хорошие поступки на благо общества. Помогайте другим, и добро вернется бумерангом». А как бы ты поступил на месте Джастина? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru